Очень приятно видеть даже в этом маленьком количестве. Я знаю, что здесь есть те, кто слышал про банку Банькредит, знают, как активно мы работаем с сельским хозяйством, и в том числе животноводство. Я буквально два слова расскажу о банке. Мы работаем в пяти субъектах федерации. Конечно, основной наш регион присутствия – это Краснодарский край. Мы в этом году 30 лет банку. 2011 год мы работаем на территории Ростовской области. Активно работаем Адыгея Москва. И в прошлом году освоили Ставропольский край. На протяжении 30 лет нам доверяют уже более 37 тысяч клиентов. Мы очень активно работаем с малым-средним бизнесом. Наш кредитный портфель – порядка 63 миллиардов рублей. И наш любимый сектор экономики, с которым мы работаем очень активно – это сектор АПК. То есть наша доля кредитного портфеля для сельхозтоваропроизводителей животноводов составляет практически 50%. Сегодня у нас с вами такая животрепещущая тема. И в рамках предыдущих встреч мы неоднократно говорили о том, что должна быть диверсификация бизнеса. Ну и, в принципе, на сегодняшний день и правительство тоже склоняет все-таки заниматься в том числе животноводством и молочным, и откормом. Вот только в прошлом году банкам было профинансировано более миллиарда рублей именно на животноводство молочное и откорм. Ну, практически 50% – это оборотные средства финансирования, приобретение ветпрепаратов, кормовой базы. И мы активно инвестируем. Инвестируем в реконструкцию ферм, инвестируем в строительство, инвестируем в расширение. Вот это как раз то, о чем я говорила. Маленькие бычки, которые покупались 60-70, весом 60-70 килограмм. Это фотография нашего клиента в Ростовской области. К сожалению, просил не называть его. Могу только о нем рассказать. Очень интересный проект, занимается давно животноводством. Основной акцент был именно на молочное производство. Сейчас у него дойное стадо 1150 голов. Расширяем с ним доильный зал в этом году, инвестиционный проект реализуем. И планируем до конца этого года где-то 1700 голов иметь дойного стада. А к концу следующего года, не смотрите так на меня, я не назову все равно, 2500 коров именно дойного стада. При этом он принял решение и в конце позапрошлого года решил, ну, раньше свой шлейф там потихонечку доращивал, а теперь решил, что, в общем-то, можно развивать дополнительно и откорм. В этом году поставили 2000 бычков на откорм. Ну, то есть, как бы, развиваемся, растем. Поголовье у него на сегодняшний день, вот в совокупе, ну, около 4000. Ну, откорм и молочка. Вот то, о чем я сказала, маленький пример. Это Новокубанский район Краснодарского края. Проект, который реализовали в прошлом году. 248 миллионов стоимость проекта. Это реконструкция фермы на 642 головы. В том числе участие банка было 202 миллиона. У нас в этом году уже, вот только в начале этого года, мы только, в общем-то, с вами закончили первый квартал, у нас сейчас уже, помимо того, что я рассказала про клиента Ростовской области, мы с ним расширяем доильный зал, приобретаем оборудование, плюс строим еще один корпус для откорма, куда можно будет поставить, там порядка 700 голов на откорм. У нас сейчас в реализации есть еще три проекта на строительство ферм. Каждая ферма по 1200 голов. Вот это то, что уже сейчас прямо в работе, то, чем мы сейчас занимаемся с точки зрения животноводства. Почему клиенты выбирают нас? Почему клиенты доверяют нам? Почему с нами выгодно работать? Ну, вот то, о чем говорили выше, та возможность, которая сейчас есть у животноводов с точки зрения получения субсидий, с точки зрения, ну, пока, слава богу, доступности к недорогим кредитам до 5% с поддержкой Минсельхоза, дает возможность в проектах участвовать, ну, не только профильному банку Ростельхозу, да, дает возможность участвовать в том числе и коммерческим, региональным банкам. У нас более гибкий подход. И те, кто с нами работает, они знают, что мы не декларируем просто так индивидуальный подход к клиенту. Это действительно так и есть. У нас партнерские, то есть наша задача выстроить долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами. Наше преимущество в том, что мы совместно с клиентом, ну, мы, допустим, если это новая стройка, мы можем идти параллельно. То есть мы не ждем получения разрешения на строительство. Мы понимаем, что это достаточно длинный процесс. Мы заходим в проект параллельно, то есть мы берем проектно-сметную документацию за подписью клиента. У нас есть свой стройконтроль, который помогает клиенту сделать в том числе эти документы. У нас нет требований по дополнительному, ну, в принципе, мы не страхуем залоги от слова совсем. У нас нет оценки независимых оценщиков, что тоже экономит деньги для наших партнеров. Оценку залогового имущества производят наши залоговики, работающие в банке, сотрудники банка. Ну, ноль за досрочное погашение, что тоже очень важно, потому что многие банки ставят до 2 до 4 процентов, а здесь уже клиент сам смотрит свою экономику, если понимает, что, в принципе, он вышел на окупаемость проекта и в состоянии уже досрочно погашать, пожалуйста. Ну, вот, наверное, из основного все. Но, скажем так, хотелось бы, чтобы это направление все-таки развивалось, потому что мы видим на примере своих клиентов, что это сложно, это тяжело. И если растения и воды живут напряженно определенными кусками в году, то животноводы 24 на 7 и 365 дней в году они, в принципе, не могут отойти от своего бизнеса, от того, чем они занимаются. Ну, готовы ответить на вопросы, если они есть? Скажите, вот этот клиент ваш с Ростовской области, он пользуется вас кредитным портфелем по льготной цене или обычной? Нет, у него разный кредитный портфель, скажу честно. Конечно, мы стараемся максимально подвести под льготную процентную ставку Минсельхозовскую. Минсельхозовскую. Но есть... Попадает он конкретно? Конечно. Конечно. И под 3,5, и под 2,5 попадает. Мы не финансируем исключительно под 5. То есть у нас финансирование в зависимости от партнера, в зависимости от того, какие объемы у него, что мы можем ему предложить. Мы по максимальной вилке не идем. То есть мы как бы все-таки стараемся подходить дифференцированно и взвешенно. Но у него есть в кредитном портфеле, есть кредиты, которые с поддержкой Минэкономразвития. Только потому, что он не проходил по целевке на Минсельхоз. Ну, то есть понимаем, да, та же зарплата, например, она не идет. А если необходимо, у него есть еще растениеводство небольшое. То есть там как раз 50 на 50, у него 2000 гектаров. Мы перебрались на все льготные кредиты. Я с вами полностью согласна. Но вы знаете, клиент, который... Абсолютно верно, это очень правильно. Здесь вопрос не в нас, вопрос в его потребности и в том, что не все подходит под кредит Минсельхоза, не вся целевка. Но и он сейчас очень активно развивается. То есть вот то, что он сделал за последние полтора года, это прирост по поголовью, по развитию бизнеса больше, чем в два раза. Поэтому пока мы с ним вот так на пике развития. Я думаю, что где-то к концу 24-го, когда мы сможем реализовать все проекты, которые сейчас у него в голове есть и которые мы поддерживаем, вот как раз мы выйдем на ту историю, когда ему уже и в оборотных средствах не будет такой нужды, потому что у него хороший покупатель на молоко, у него хорошие надои. И в принципе он на сегодняшний день, ну вот со своих там 1150 дойных голов, он ежедневно там суточные надои приблизительно порядка 36-37 тонн. Отлично. А пожалуйста, еще раз. У Ростов-Сурабори его надо пригласить. Да, слушаю. Что в данном случае является обеспечением и как вы страхуетесь, если вдруг болезнь или новый закон? Ну смотрите, болезнь, понятное дело, что собственник бизнеса, он же тоже заинтересован, поэтому конечно же это прививки, там ветпрепараты, мы от этого… Да, мы рискуем вместе с клиентом, мы не заставляем страховать, обеспечением в нашем случае является исключительно имущество. Движимое, недвижимое, производственные базы, места хранения, сельхозтехника, автотранспорт, земля, сельхозназначение у нас, кстати, не побоюсь прям похвастаться, самая лучшая оценка одного гектара земли, то есть мы от рынка дисконтируем 20%. Ну ни один банк, насколько я знаю, на сегодняшний день столько не дает. Поэтому в принципе вот все имущество, да, оно является залогом, обеспечением. Клиентов, которых мы давно знаем, в том числе и с этим клиентом, мы отчасти работаем на бланковую часть, ну как бы здесь по-разному, зависит от клиента. Друзья, есть еще вопросы? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok